Ну что ж, дружочки-пирожочки, всем привет и добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends. Как вы знаете, на моем канале я выполняю челленджи, в этот раз это был Орлот, мы взяли новый аккаунт и довели его до мифа. Вы спросите, почему до мифа раньше же было до миф чести? До миф чести и продолжится, но сейчас старт сезона и дойти до мифа равно дойти в конце сезона, наверное, до миф славы какой-нибудь даже. И многие заходили на канал, видели количество моих поражений в статистике на стримах и спрашивали, почему так много поражений, потому что люди привыкли, что я до миф чести дохожу с 10-15 поражениями. Дело в том, что да, в начале сезона ты поднимаешься, играя рядом с теми ребятами, которые доходят до 50-100 звезд каждый сезон и сложности начинаются уже на рейтинге легенда. На Орлоте мне потребовалось 125 игр с винрейтом 71.2 для того, чтобы дойти с мастера до мифика. Я очень рад, что я ласткатку не начал записывать вчера сразу после стрима, потому что у меня были сложности, ласткатка, которая должна быть на миф, я пытался ее записать раза 4, у меня были провалы. И, возможно, я бы в каком-то негативном ключе мог рассказывать о Орлоте, потому что потребовалось 10 часов на последний стрим для того, чтобы наконец-таки закончить, потому что совсем скоро улетаю и мог совершенно не успеть завершить челлендж. И я очень рад, что я все-таки переспал с мыслями этими и по итогу действительно получил большое удовольствие от игры на Орлоте. А лучше именно с такими мыслями, наверное, записывать гайд. Кстати, в игре вы сейчас можете найти меня, я присутствую вот со своим котом, которому немножко подрезали голову. У него была такая же шляпа, как у меня, вот такой колпачок, да, но при этом почему-то ему его обрезали, так что там можно покрутить кости, выбить пробники, плюс, конечно же, накопить красивое количество очков для того, чтобы купить скейт. Меня, кстати, не просили делать на эту рекламу, просто, ну, просто, ну, 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 как об этом не сказать. Хотелось бы уже быстренько перейти к способностям рассказать, как все это работает, но перед этим я также хотел бы вам рассказать, как круто, удобно и, главное, безопасно пополнить алмазы в игре Mobile Legends. Вам на помощь придет сервис Donatov.net. Donatov.net позволяет сделать пополнение в огромнейшее количество сервисов, таких как PlayStation, Xbox, Nintendo и многие другие, но помимо этого, конечно же, с помощью Donatov.net можно пополнять игры. И присутствует наша любимая Mobile Legends Bang Bang. В пополнении Mobile Legends доступно две версии пополнения для российских и глобал аккаунтов. В каждом пополнении есть подробная инструкция, с которой лучше всего ознакомиться. А также у ребят круто развитых телеграм-канал, в котором они постоянно проводят свои розыгрыши. Но по моей персональной ссылке вы можете получить бонус на первое пополнение в 5%. Донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. Начнем с нашей пассивной способности. Это демонический взгляд. Когда Орлот подходит к какому-то противнику, он вешает на него метку. Метка перезаряжается 7 секунд, она вешается на ближайшего противника. Что она делает, расскажу чуть позже. Также пассивная способность заключается в том, что с помощью любого контроля, который используете вы, либо ваши тиммейты по противникам, либо крипам в лесу, у вас также срабатывает демонический взгляд. И вешается метка на оппонента. Ну и собственно говоря, наша первая способность это просто контроль. Ударяет Орлот перед собой, все противники, которые задеты, получают оглушение, а значит каждый оппонент получает и метку. Вторая способность это рывок противнику, с помощью которого вы перемещаетесь за спину к нему, нанося ему дэмэдж. Но самое важное, что если вы делаете эту атаку по метке, то вы наносите в 2 раза больше здоровья, вы получаете отхил от этой способности, если атакуете именно метку, и также ваша способность не уходит в колдаун. Так что вы можете использовать ее без перезарядки. Но важно понимать, если вы использовали вторую способность по противнику с меткой, метка спадет, и нужно повесить новую, либо контролем, либо пассивной способностью. Ну и ультимейт Орлота, он называется последний удар, но в простонародье мы называем это дворник. Орлот как метла просто метает всех своих оппонентов в веерообразной области. Ультимейт можно комбинить вместе с фликом, нужно давать ультимейт, а потом вспышку, также с помощью ультимейта можно перемещать противников и через стены. Ну и конечно же эта способность дает дополнительный контроль, а значит дополнительную метку по вашим оппонентам. Также есть прикольная фишка, мы подходим к противнику, вешаем на него демонический взгляд, метка уже висит, и как только вот этот вот таймер снизу подойдет фактически к концу, мы лезаем вторую способность, и тут же появляется еще одна метка, потому что колдаун прошел, и мы дважды нанесли максимальный урон. Это нужно по-любому использовать, играя на соло лейне, а так мы чаще и будем делать. В конечном итоге все это должно выглядеть примерно так, то есть мы подходим, вешаем метку, врываемся, кастуем первую, кастуем ультимейт, еще раз. И вот в таком вот стиле мы постоянно вешаем метки нашего оппонента и постоянно их пытаемся снять. Если противников много, то конечно мы можем бесконечно прыгать по всем оппонентам, и это будет выглядеть как-то так. То есть если мы дали ультимейт абсолютно по всем противникам, мы просто начинаем тапать вторую способность, герой предпочтительно прыгает именно по меткам, и мы бесконечно просто пропрыгиваемся по нашим меткам и очень долго можем жить в файтах. Для тех, кто собирается играть в фулках на высоких рангах, я конечно буду рекомендовать вот этот вот билд, с которым я не играл. Это второй билд с танковыми эмблемами и вот с этими вот перками, и конечно с фликом, и герой долго живет, но важно, что от количества урона мы подкиливаемся второй способностью. И в соло я играл совершенно иначе. Большую часть каток я выиграл с каким-то билдом типа первого, да, я их чаще поменял, но суть в том, что это ацепа, которая дает дополнительный контроль, а значит мы можем сделать дополнительный прыжок. И на соло лейне это очень классно отрабатывает. Ну и финалочку я играл чем-то подобным, то есть вторым билдом, и здесь важно, что вот очень далеко находится клинок Семи Марии, потому что мы берем не сам клинок Семи Марии, а на старте мы берем именно молот Гнева. Вот этот вот кусочек, который нам дает дополнительное проникновение. Ребят, ну и локатка, которая мне так сложно далась вчера вашему просмотру. Ну что ж, дурочки, пирожочки, и очередная попытка записать ластовую катулечку, потому что что-то, как у меня в ластовую катулечке, меня только обижают, жалеть меня не желают, и я бесконечно страдаю, только на лайне, да, прокачиваю вторую способность, да, мы, конечно, пытаемся взять себе этот, наверное, слот, наверное, его, то есть тут фрейка, это вообще, у Ангела есть, может быть ранний трезубец просто взять, где-то зацепить, нет, давайте-ка мы, у меня прям первым стоит, ну, нет, давайте мы все-таки сделаем так, но это зря, конечно, я влетаю, тут так на фрейку, здесь лучше первые левелы просто пофармить, и на этом, в принципе, все, и не лезть сильно, а я вот полез, и уже как бы ошибаюсь очень сильно, да, у меня есть флик, но меня уже погубили тут прям очень жестко, я не знаю, вообще я ни разу с фрейкой не стоял, что это сейчас будет, мне нужно взять ботинок, чтобы попытаться сюда вернуться, мы уже вдвоем на базе, это не очень хорошо, одного крипа потеряли, на базу слетали, в принципе, да, можно тут пропрыгаться, и как бы счет 0-2 уже, фрейка я пока что не вижу, франка мой отъехал, 0-2, конечно, не бодренький старт, честно говоря, но попробуем еще в это выйти, все-таки мы, не знаю где фрейка, здесь просто, наверное, попытаемся отпрыгнуть, может, даже дадим простанчика такого, может быть, немножко побьем, может, накопим слотик и заберем ее, не накопим слотик, конечно, я уже просто заговариваюсь, весь день этим занимаюсь, я ждал пассивка, когда появится, но там Хаябуса, в принципе, и без пассивки справлял с этой фрейкой, причем с кайфом, да, давайте мы в штормовой выйдем, но без это там, конечно, выдает, челесная, даблкил оформила и идет уже, ну, ультрамега хорошо, агрессивненько сыграем по фрейке, опять же, пассивку ждем, а потом можно и двойную дать, в случае чего, ну, окей, окей, там еще и фрейку забрали, но пока что у нас только черепаху, что не атакует, меня это напрягает, потому что мы всегда ее атакуем, но здесь какой-то у меня то подбор мификов, то подбор эпиков, то еще чего-то непонятное что-то происходит, но более-менее, что-то типа камбэкнули, что-то типа делаем, да, ультанули по крепам, ну, где-то тут аккуратненько ходим, аккуратненько возьмем, наверное, немножко дефа себе, да, совсем рядом подруга, конечно, антихил надо будет взять, не успел, и, наверное, флейком пытаемся отойти, хотя, наверное, вряд ли нас это спасет уже, то есть, да, мы тут пытаемся ультануть, но нас не отпускают, к сожалению, дал, должен был я дать Панистана, по Ангеле, и было бы хорошо, но мне это сделать не удалось, тем временем еще 4.8 уже Гассен все-таки пытается подойти чуть поближе к объекту, ему не удается, тут фрейка гоняет рядышком, конечно, крипов надо бы разобрать мне как-то, у меня всем скоро про станчик, но ультимейт, да, там бенедепта есть, которая просто неуловимая мстительница, а у нас тут происходит такой момент, да, и тем более еще и черепаху забирают наши оппоненты, мы пытаемся взять штурмовой, пытаемся подстакиваться, десяточку бы накопить здесь с фрейкой, было бы совсем здорово, меня просто соло может закрывать эту карту, я сегодня уже таких встречал, потому что играю я уже 610, фрейк соло вряд ли закроет, здесь такое себе пытаться убежать, но, видимо, не сегодня просто через крипов уйти, но он да, как видите, шанс маловато на через клик летели забрали фрейю, но этого мало, проблема в другом, она тут вышку забрала, во-первых, очень хорошо подфармила, вернулась в игру, хотя она была выключена, конечно, бенедетта для нее дала пространство, франка должен давать ультимейт исключительно беню и все только в беню ну вышку мы тут закрыли одна пытаемся не отчаиваться, да конечно мы проигрываем 5000, но мало ли что-то получится, он франк хуком когда-то попадает бене иногда под тавром загуливает, но она очень сильная прям тапает шикарнейшая ну здесь гостин на нее добрал слушать и тут надо кого-то выключать еще например фрейку и начнем ну и от 4000 ставится буквально 1600 здесь покрепом по-быстрому для того чтобы попытаться кипа тавру сыграть но нет 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 пожалуйста ребят не сегодня в другой раз пошла ульта ну демиджа будет много как будто бы надо отступить и даже крипы так не выхилят сколько хп мне нужно сейчас откатываемся на базу все тоже позиция для полета не самое лучшее по-прежнему на первом месте своей команде по фарму этого может быть недостаточно данном любом случае нужно антихилл мы собираем три зубит забираем крылья королевы им себе на топе прям какой-то экшон происходит да там без шансов белья с командой белья одна это одно дело белья с командой это совершенно иное дело дать наверно быстро скипп м пачку и уходим отсюда просто пытаясь все таки как каким-то образом и там помочь но фрейка возвращается проект 4900 кстати уже имеет на своем счету так где-то здесь сейчас может проходить ну не хватает мне щитка им так скажу мне кажется сейчас очень сильно на этом забрали ангелу но пока забирали ангелу забрали еще и меня да не произошли там разминчики хотелось бы в крылья королевы выйти конечно апокалипсиса а если просто крылья королевы нынче когда тоже были апокалипсиса ну что делать с бене вообще непонятно ну ждем наверно пассивку надо встречать здесь лорда у нас монстр кто-то да там госен заиграл нам тут можем пропрыгаться по крепам но на лорда не срабатывает просто поэтому на него метка не вешается ну чаночка разультовалась чисто что не очень сильно хочется лицом торговать здесь подходит сюда еще типы как будто бы мне больше даже дефа надо брать тут ангела могла бы и вселиться было бы здорово конечно добрался долго цена у нас подруга но здесь было неплохо да и гацензии шутки и сумел сумел справиться с бенедет и что тоже хорошо по золо туда остаются какие-то копейки сущие надо начинать пушить да вот там пропущен хорошо он другие лайки с другими лайнами так убедительно пока что не получается здесь можно принципе сделать флик улиц флик улиц это я хотел сказать да и бессмертия выходим это было что-то странное мне еще тайминги удалось подловить но здесь работали крылья королевы и при этом я все-таки выживаю мы все-таки даже каким-то боком вырываемся вперед на дубенька бежит отлично не отдал пассивку к сожалению может ультану сейчас так что лучше уйти с праздновающим 09 это икси у нас до который не удается пока что войти в игру ну всякое бывает нужно забирать лорда буду надеяться что за счетом 2525 мы все-таки сможем зайти в лорда и забрать его очень хорошо попало хорошо забрали я живой не лучше уйти на базу но здесь хорошо берег берег ультанули конечно и хорошо и убили надо поддевать потому что я кого-то даже видел где-то как будто бы лорд выходит пойдет по боту ну знаете вот там такая кипа крипов это конечно круто но пускай лорд сам идет и долго с ней разбирается но нет не получается уже на этот вопрос другое мнение да через крипа конечно же побыстрее чуть ну да она может нанести дамы с такой моментальный причем не знаю сюда можно даже проникновение запихать конечно меня здесь клинок 7 марий что это в принципе неплохой слот парус в той же ла если он был бы неплох но опять же лорда толкать не надо не надо пускай крепы дольше выходит с базы мощные то есть они идут здоровяки такие и следующая пачка выходящие на 10 вот вот это вот надо помешать этому да ну хватит сможет это можно помешать вот кстати смотрите-ка тут опять это это дело но нет здесь я только флик потратил как будто бы и на этом все на лорд нашел до вышки но и на этом пока что все в принципе разультовывается наш чашечка хорошо по ангеле попадал я и гасен убилет в один конец как будто бы да хорошо пока я там прыгал по противникам нашли кого забрать меня пойдет дефать но по боду то подтягивают тоже хреб и убить вышку уничтожить вышку это пол победы ребят пол победы просто я так близко к победе не был можно было дать второй раз еще раз тычку может ультануть а через типа просто выпрыгнем оттуда я все равно вас надо идти подхилим сюда привёк 7 марии собрали но можно взять как будто бы проник франка слушайте послушался меня со все равно с ней не просто по-прежнему 2 500 у нас преимущество но самое важное то что мы снесли 2 товара но самая страшная ступенья по-прежнему убивает моих тиммейтов и это очень-очень грустно да я просто отступаю буду дефать мид там я в принципе способен задать в любом случае и крипов тут немного прибыли зашлись как море корабли не ультанул я не ультанул лучше бы и так и оставалось чтобы не получается ультануть ангела на базу вот наше преимущество начинает работать то есть там появляется лорд да по этому лайну идет миллиард крипов так у меня кстати фли культ отошли немного но за и отходил да там все умирают можно было окей окей штурмовый пояс да ладно тебе братан штурмовой пояс ульта давайте в трон давайте в трон парни там ангела осталось ангела которая забыла вселиться хоть кого-нибудь в бене бы вселилась бене бы в соло все сделала я вам кричу но господи я заканчиваю этот чележ я не могу я вообще не верю что его закончу в этой жизни герой офигенный но играть на нем но крайне крайне сложно периодически бывают до отыграл я с коэффициентом 9 и 9 чуть-чуть не не хватило чтобы забрать им бипи в этой встрече на нее съят 28 процентов дэмэджа ну и вы видели что я здесь до конца ты собирал абсолютно все за 15 минут 43 секунды игры в общем ребят спасибо что досмотрели видео роли до конца подписывайтесь на канал ставьте ваши лайки и кстати мы разыгрываем этот аккаунт в моем телеграм-канале ссылочка находится в описании всем спасибо всем пока пау